Почему России выгодно делать из кадыровцев и кадырова таких себе героев, высокопоставленных воинов, которые в Грозном постоянно проходят обучение и умеют воевать лучше всех? Кто в это верит и как есть на самом деле? Ну, как есть на самом деле, это показали украинцы, украинские герои. Кто они на самом деле? Это мы называем его клоуном, уже начали называть его тиктокером. Ну, это обычное пугало. Вот просто создали такой миф, бывшие чеченские боевики перешли на сторону Кадырова, как они там трубили вовсю. То есть готовили вот такую страшилку, хотя на самом деле те, которые воевали против российских войск во время войны, в основном погибли. А это предатели. Мы не считаем их чеченцами. Мы не считаем их чеченцами. Мы считаем их какими-то мерзкими существами. Это предатели чеченского народа. У каждого народа есть свои предатели. Мы это знаем. Вот у нас вот такие вот они. Но народ сегодня, простой народ, напуган и находится в таком состоянии, что за каждое слово, сказанное против них, за это они могут убить, пытать, убивать. Вот сделать все, что угодно. Унижать. Публично даже унижать. То есть такие вот манкурты. На самом деле, как я тут слышал, они находятся в тылу. Там заградотряды, как их называют. И там же вот снимают в основном свои видео. Якобы они там ведут бои и так далее. Нет. Это заградотряды. И ничего из себя такого там не представляют. Но это не такие уж воины, как об этом говорят. Продолжение следует...